Ордены тамплиеров или храмовники, это было 9 рыцарей, которые объединились якобы для того, чтобы защищать паломников во время крестовых походов в Иерусалим. И они обосновались в Иерусалиме, но по самому их названию тампль, то есть храм, в основном они вели археологические раскопки с целью того, чтобы найти грааль. Что это такое грааль, никто не знает, или чаша Христа, из которой его причащали, либо есть несколько мнений, либо чаша, в которой собирали кровь Христа, либо это есть сам ковчег. Они какие-то проводили археологические раскопки, потом они позднее были засекречены, и они переехали в Эфиопию. Затем этот тамплиеры, орден, после изгнания, вот если вы смотрели о храме поиска ковчега, там упоминаются тамплиеры в Эфиопии. И они обосновались на острове Крит, или Кипр, я не помню, Кипр или Крит, я точно не помню. Но после того, как их оттуда изгнали, они переехали на юг Франции. Они занимались такой банкирской деятельностью и скопили очень большие сокровища. Что не понравилось французскому королю? Он решил нажиться на это. И как раз в пятницу, 13-го числа, поэтому это считается несчастливым днем, был подготовлен арест тамплиеров. По всей Франции в один день они были арестованы, в некоторых княжествах Германии тоже были арестованы, и предлагали арестовать тамплиеров в Англии. Но английский король отказался. После этого проводился такой целый процесс, и главный гроссмейстер Острин тамплиеров с лидерами были сожжены на площади в Париже. Но он перед смертью проклял королей Франции, и действительно после этого ни один король из этого рода Валуа, ну, значит, из первого рода у них так, королинги, капитинги, королинги, меровинги, капитинги, да. Из рода капитингов он не оставил себе наследников, и все умирали наследственной смертью, буквально один за другим. Его объявляли королем, и он тут же был обречен. Вот если вы, может быть, посмотрели «Французская волчица», был роман такой, и был с этим вот французским, Дебарье. Смотрели фильм? Нет. Значит, вам надо тоже просветить, показать, короче, этот случай. И, короче, все, и стал род Валуа, а потом стал род Бурбонов, королями Франции. Но в Шотландии они уцелели, и в Шотландии был род Брюсов, который их приютил. И так как их еще обвиняли в Чернокнижии, и, в частности, они расследовали различные способы восточной магии, вот, были там на юге Франции еще катары, которые там приближались, и было против уничтожения катарской ереси целый крестовый поход. Вот, на юг Франции, но Франции все тамплиеры были уничтожены. Но они еще, кроме того, что называли себя тамплиеры, они называли себя каменщиками. Возможно, потому, что они много строили различных сооружений. Может быть, их называли каменщиками из-за того, что они считали, что Небесный Отец, он архитектор. А они каменщики, поэтому их знаком был циркуль. Циркуль. Кстати, циркуль, по-моему, и молот, это знаки были в Гербе, Германско-демократическом. Да, циркуль. И пятиконечная звезда, у них было много пчела, это тоже масонский, вот, циркуль. Серпы, молот, это тоже масонские символы. И вот эти Брюсы, они, так сказать, подхватили эстафету. Один из Брюсов, из рода Брюсов, при Петре Первом, был приглашен в Москву. Вот, помните, там, чернокнижник Брюс, башня, где вот эти, совершали там Брюс, различные библиотеки, все это тайные. Ну, неизвестно. Поэтому масоны проникли уже в Москву, но затем, когда Петр Первый, Петербург, при Петре Первом. И очень многие русские цари, в том числе Павел, Александр Первый, вот, я не помню, кажется, Александр Третий, но точно не могу сказать, они были масонами. Но среди масонов были очень много выдающихся людей, практически все, так или иначе, президенты Америки, в особенности ранее президенты Джордж Вашингтон, там, другие, были масонами. Вашингтон, он построен по принципу масонов. Кстати, два города построены по масонских, так сказать, чертежам. Это Вашингтон и Одесса. Потому что масоны исследовали пирамиды, исследовали углы, это все имело символическое значение. И Вашингтон построен по типу пятиконечной звезды. А Одесса имеет строение вот так квадрат и вот так куда-то, потому что бухта. Одесса, вот этот угол, это соответствует тоже масонским знакам. Потому что Де Рибас, инженер, по происхождению, вы помните, он был из евреев-маранов, он был тоже масоном. Князь Воронцов был масоном, и тоже многие лидеры Одессы были масонами. Так что Одесса, это тоже масонский город. Ну, кроме того, всякое культное практике, масонам приписываются некоторые сахтанистские, вот, открытые вещи. Но, может быть, есть определенные группы масонов, действительно исповедавшие. И масоном, в частности, еще есть Ак-Ньютон был. Предполагаю, что к масонам и Ленин принадлежал, вот, и Маркс. То есть, по крайней мере, у марксов, вот эти его потомки прямые, родственники были масонами. Получилось так, значит, Александр I был масоном в Северной Ложи, и он даже принял баптизм. Вы знаете, что Александр I стал царем-баптистом в одно время? Да, до 1823 года. В 1823 году он отрекся от всего этого, и был уже набор перевода Библии на русский язык. Все это было уничтожено, и библейское общество было уничтожено, и начал откат и борьбу против масонства. Но в 1925 году он погиб, вы помните, при невыясненных обстоятельствах, во время поездки в Таганрог. Он ездил к больной жене, Таганрог был курортным городом, и, возвращаясь обратно, тоже заболел. А может быть, его отравили, еще тоже неизвестна его судьба. Есть такое предположение, что он отказался от трона. Александр I где-то скончался под видом старца в ските сибирском. А Николай I, он повел борьбу против масонов. Он евреев ненавидел и масонов. И вот эти масонские общества все были запрещены в России. При Александре II и Александре III было потепление. Вот не помню, кто-то из этих царей был масон. Николай II официально запретил масонство, но среди его окружения было тоже очень много масонов. То есть история масонства в России тоже весьма интересная. Вот началось с этого Брюса. В Португалии, значит, орден Иисуса Христа. Орден Иисуса Христа был основан. И милиция Иисуса Христа... Не, не орден Иисуса Христа. Милиция Иисуса Христа, орден Иисуса Христа — это иезуиты. Под названием Милиция Иисуса Христа. Тоже такой интересный орден. Ну, в общем, история масонства очень интересная, конечно. Вы знаете, что Кобзон, член масонской ложи, и был там Масол в Украине, говорят, от Масола до Кобзона проезжает путь масона. Ну, если вам интересно, у меня есть фильмы, которые они говорят. Да, но главное, видите, задача масона – это осуществление мирового господства. Хотя Осипов говорит, что их лозунг, подождите, как сначала, разнуздать, а потом знуздать. Ну, вроде примерно как Андропов поступал. Был ли Андропов масоном, я не знаю, честно говоря. Но если масоны – мировое правительство, я не знаю, насколько их эффективно. Потому что до сих пор непонятно, какой хаос творится в мире, и почему, если такое мировое правительство существует, почему оно не взяло власть в свои руки. Потому что еще не доведен до этого этапа, сначала погрузить мир в хаос, а потом… Да, возможно, возможно. Но реально такая сила есть, которая существует, и вы знаете, это дьявол, да? И дьявол через некоторых людей. Вот Джордж Буш, последний Буш, он был сатанистом и масоном. Во время студенческой, во время пребывания студентом в каком-то элитном обществе, он был посещал конкретно там, ну, ложе сатанистов. И не отрекался от этого своего сатанизма. На долларах тоже, да, есть полный? На долларах все, масонские знаки, потому что практически все отцы и основатели американского государства были масонами. Нет, ну, при чем тут? Вот, тогда все, тогда все надо выбрасывать, да? Вы знаете, надо все выбрасывать. Не надо, вы понимаете, что если знаки на долларах, это еще не значит… Вот если наше сердце приреплено к этим долларам, вот это, вот это страшно. А так оно не страшно. Ну, хорошо, давайте будем заканчивать про Вагнера, так? И Ницше. Завтра будем говорить о Гитлере. Хорошо. Итак, мы говорили, что покровителем Вагнера был Майербер. Майербер ему дал очень много денег. Но, несмотря на это, жадность все больше и больше увеличилась. И вот в июне 49-го года Вагнер пишет. Необходимо, чтобы у меня было столько же денег, сколько у Майербера. Даже больше, чем у Майербера. Иначе я становлюсь опасным. Не злите меня. Я страшен, когда у меня мало денег. Из-за отсутствия денег у меня возникает бешеное желание заняться терроризмом в области искусства. Благослови меня или еще лучше помоги мне. Возглавь эту великую охоту. Мы откроем такую стрельбу, что перебьем огромное количество зайцев. Ну и вы знаете, он ряд анти-иудейских таких сочинений. Иудаизм в искусстве, иудаизм в музыке оставил. Что же он писал? Значит, иудаизм – это дурная совесть современной цивилизации. Он напоминает о вечном жиде, который может надеяться на спасение только в могиле. В общем, хороший еврей – мертвый еврей, да? Посредством угроз он увещает евреев. Подумайте, что существует одно единственное средство снять прокаятие, тяготеящее над вами – искупление агосфера – уничтожение. В своем сочинении «Иудейство в музыке» он пишет «Я считаю еврейскую расу прирожденным врагом человечества. Для еврея сделаться вместе с нами человеком – значит, прежде всего, перестать быть евреем». И помните, что творчество Вагнера и его мировоззрение произвели глукочайшее впечатление для Гитлера. Потому что последние свои годы жизни Вагнер провел в Баварии. В Баварии – это последний из княжеств, который был присоединен, когда, помните, осуществлялось воссоединение Германии с Бисмарком. И долгое время Бавария не хотела присоединяться. И король Баварии, он, в принципе, был сумасшедшим, гомосексуалистом. У него вообще там разные вещи были. В конечном счете он утопился сам и утопил своего врача-психиатра. Он надзирал. Но если бы этого не было, то вполне, возможно, были бы еще другие вещи. Потому что обращался к этому королю Баварскому, который тоже боготворил, Вагнера. И он писал. Значит, я считаю еврейскую расу прирожденным врагом человечества. И всего благородное на земле. Нет сомнений, что немцы погибнут именно из-за нее. И, может быть, я являюсь последним немцем, сумевшим выступить против иудаизма, который все держит под своим контролем. За три года до этого он опубликовал победу иудаизма над германизмом. И также представил парламенту Баварии план уничтожения евреев и окончательного решения еврейского вопроса. И если бы вовремя не сошел с ума король Баварский, его, в общем, такие вещи творил, что нормальный человек этого не может делать. Он разорял свою страну и все деньги отдавал Вагнеру. Весь годовой бюджет своей маленькой страны. Это было буквально безумие. И вот Вагнер предлагал ему такое решение, окончательное решение еврейского вопроса. Это термин Вагнера, как мы знаем. Еще он писал, «Евреи – это черви, крысы, глисты, которых нужно уничтожать как чуму, как последний микроб, потому что против них нет никакого средства, разве что ядовитые газы». Все эти сочинения Гитлер читал и студировал. И более того, Гитлер вообще настолько благотворил Вагнера, его музыку, его культуру, все. И когда Гитлер был, помните, в 1923 году в Баварский путь, в 1924 году он писал знаменитую книгу «Майнкав. Моя борьба». И Гитлер печатал в тюрьме, где отбывал наказание после Мюнстерского путьа, на бумаге с вензелем Вагнеров. Жена сына Вагнера передала ему в тюрьму семейную пишущую машинку вместе с пачками фамильной бумаги. И рассказывал своему внуку Готарюду Вагнеру, что после смерти мужа чуть было не вышло замуж за фюрера. Видите, какая удивительная преемственность. Близость взглядов Гитлера и Вагнера хорошо видна, если сопоставить некоторые из высказываний. Вот, например, Вагнер. В государстве общество обязано жертвовать частью собственного эгоизма ради благополучия большинства. Непосредственной целью государства является стабильность достижения спокойствия. Гитлер пишет, государство лишь средство достижения конечного. Его высочайшей целью является забота о достижении тех первобытных расовых элементов, которые создадут красоту и достоинство более высокой цивилизации. Вагнер пишет, народ составляет тех, кто думает инстинктивно. Народ ведет себя бессознательно и на этом основании природно-инстинктивно. Гитлер пишет, мертвый механизм старого государства должен быть заменен живым организмом на основе стадного инстинкта, возникающего, когда все становятся одной кровью. То есть, похоже, как будто один и тот же человек пишет, только перефразируя друг друга. Вагнер. Мы должны сейчас найти героя будущего, который восстанет против разрушения собственной расы. Барбаросса и Зитрит скоро вернутся, чтобы спасти германский народ в минуту глубочайшей нужды. Гитлер пишет, никто не должен забывать, большинство никогда не заменит вождя. Оно большинство, то есть, не только глупо, но и трусливо. Не найти ни одного умного среди сотни дураков. И героическое решение не примет сотня трусов. Вагнер пишет, Евреи – это гибкий демон, упадка человечества. Гитлер. Евреи – это паразиты на теле нашего народа, они создают государство, государство. Вагнер пишет, Демократия – это не вообще, не немецкое, а откуда-то заимствованное понятие. Франко-иудейско-немецкая демократия – омерзительнейшая вещь. Гитлер еще короче пишет, Демократия – это власть сумасшедших. Но использован материал энциклопедии Третьего Рейха. Вот так. Следующий лжепророк Ницше. 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 Вот одна из его цитат. В предвидении, что недалек тот день, когда я должен буду подвергнуть человечеству испытанию более тяжелому, чем все те, которые подвергались когда-либо, я считаю, необходимо сказать, кто я. Знать, что в сущности не так трудно, ибо я не раз свидетельствовал о себе. Но несоответствие между величием моей задачи и ничтожеством моих современников проявляюсь в том, что меня не слышали и даже не видели. И что свидетельствовал о себе? Ницше, оказывается, тоже свидетельствовал о себе. Но как незнайка, говорю, вы еще до моей музыки не доросли. Вот дорастете, да? Но поздно будет. Ницше родился в Рёкене, это в Саксонии, в семье лютеранского пастора. Учился в Бонсене и Левцевском университете. В возрасте 23 лет был признан в прусскую армию и зачислен в конную артиллерию, но получив травму, демобилизовался. Во время франко-прусской войны в 1870 году записался в санитарный отряд и отправился в Ильзас ухаживать за раненными. С 1869 по 1879 год профессор классической филологии Базельского университета. Умер, значит, родился он в 1844 году, а умер в 1889 году в связи с душевной болезнью. Скачался в психиатрической лечебнице в Веймаре. И вот такого человека, да, вот такого человека считают, что очень таким гениальным, да. Сейчас везде цитируется Ницше, опять его взяли, опять его реанимировали, вот, ну и так далее. Я не буду сейчас о нем много говорить, но вы знаете, что идея Ницше, да, супер, идея Ницше, это белокурая бестия, сверхчеловек, да, высшая раса, которая весь мир поставит на колени. Весь мир поставит на колени. Вот философия Ницше. Значит, она исходит из двойственности и дуализма мира, где порятся сначала Аполлона и Диониса. Помните, кто еще говорил о дуализме? Мания, 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 да? Мания, у вас точно постарайся, чтобы было. Мания, 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 да. Значит, Аполлон, греческий бог света, символизирует порядок и гармонии, а Дионис, греческий бог виноделия, тьму, хаос и так далее. Темный бог древнее, сила вызывает порядок. Значит, и Ницше также испытал влияние дарвинизма. Если бы не было Чарльза Дарлина, с его превращения обезьяны в человека, кстати, Дарвин в конце своей жизни отказался от таких тезисов, и вы знаете, что он сказал, что бог все-таки сотворил мир, а не эволюция. Чарльз Дарвин покаялся, но идеи его пошли, да, очень далеко. И поэтому Ницше, он говорил о высшей расе и о низших расах. И примером сверхчеловека для Ницше является Иисус Христос. И сильная железная воля должна быть, да, и ее основными врагами являются собственные проявления. Создаются новые ценности. Сверхчеловек порождает культуру дракона или друга чажести, которая подобно льду сковывает реку воли. Поэтому должен пойти новый человек. Да, мессия, но мы знаем, что это антихрист, который разрушит все старые ценности. Они исчерпали себя, как утверждает Ницше, и есть его знаменитое выражение «Бог мертв». Слышали такое выражение? Бог мертв. Ибо утверждает Ницше «Бог мертв». Наступила эпоха еврейского нигилизма, для преодоления которого этот, который придет, антихрист, должен создавать новые ценности. Смиренный и завистливый морали рабов, он противопоставит мораль господ. Затем будет рожден новый дракон и придет новый сверхчеловек. Так будет до бесконечности, ибо в этом проявляется вечное возвращение. Отец и дед его были пасторами, и это отложило ощутимый отпечаток на сознание. В детстве он удивлял окружающих, которые называли его «маленький пастор». Он был очень умным человеком с самого детства, и в 13-летнем возрасте был получен проблемой происхождения зла. «Я анти-осел», утверждал он. Мораль центральная точка философии Ницше, его стержень, все его идеи относительно государства, христианства или назначения философии неизбежно сводятся к прояву морали. В 1885-86 годах он пишет книгу по ту сторону добра и зла. Он создает мораль сильной личности, где все дозволено. Помните бесы Достоевского, да? Если нет Бога, то что? То все дозволено. Бесы вот как раз отражают идеологию и фашизма, и коммунизма. Если вы почитаете, там есть очень интересные высказания по этому поводу. И Ницше стал отцом двух течений. Это вы должны записать. Ницше стал духовным отцом двух течений. В России нигилизма и в Германии фашизма. Помните нигилисты, да? Кто такие были? Они отрицали все моральные ценности, да? И в конечном счете были террористами. Они уничтожали все, что по их мнению не подходило. То есть вот эти нигилисты, террористы, нигилисты, от слова нигил, отрицание, ничего, или разрушение всего, что было. То есть разрушение всей культуры, которая существовала до определенного момента. Не зря мы наш, мы новый мир построим, а перед этим, что сказано? Старый фир, разрушим до основания. нигилисты определения. А слово нигил отрицание значит обозначает отрицание всего, отрицание культуры, религии, да? Культуры, религии, морали, всего, что существует. Либо разрушение всего, что было, уничтожение всего, всех общечеловеческих ценностей. Всех общечеловеческих ценностей. И мы видим, что нигилизм, конечно, в счете развратил российскую интеллигенцию. Вот. А Германия фашизм. А Германия фашизм. Вот. Значит, да, человек не представляет ценности, да, представляет ценности только раса, представляет ценности только государство, да? Вот. Все, видите, иудаизм и христианство, оно говорит, что нужно заботиться о слабых, да? А чему учатся нищие, что со слабыми нужно делать? Уничтожать. Для того, чтобы происходил естественный отбор, да, все слабые будут уничтожены и останутся сильные. Ну, впрочем, саентологи, саентологи примерно тоже проповедуют. Только они учат людей быть сильными. Мир весь погибнет, кроме тех личностей сильных, которые останутся и образуют новый мир. Учение не новое. Учение принцип тот же самый. Принцип тот же самый. Достоевский в «Бесах» описывает нигилистов как людей, оторвавшихся от корней, а образ подпольного человека связывает с безудельным отрицанием всех ценностей всего жизненного мира. Вот еще помните, Базаров был. Читали, может, все? И успели забыть, да? Наверное, образ Базарова и так далее. Ницше понимает идею социальной справедливости в господстве отдельных членов человеческого общества, наделенной силой и волей господства над другими. По словам Булгакова, Ницше со своей враждой к социальному является вполне продуктом мировоззрения социализма, незаконным его духовным сыном. Из учения Ницше Что хорошо? Все, что повышает в человеке чувство власти, волю класти и самовласть. Что плохо? Все, что происходит из слабости. Видите, что такое хорошо и что такое плохо? Ницше четко на эти все вопросы отвечают. Что есть счастье? Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого противодействия. Неудовлетворенность до стремления к власти. Не мир вообще, но война. Не добродетель, но полнота способностей. Добродетель, свободную от морали. Вот идеология Ницше. Слабые и неудачники должны погибнуть. Первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. Что вреднее всякого порока. Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым. Христианство. Христианство самое страшное из всех пороков. Поним что? И Гитлер полностью разделяет это мнение. Христианство называется радикой сострадания. И вы знаете, что сострадание, да, любовь, это является основой всего. Значит, вдовы, сироты, да, презирают, то есть слабые люди, христианцы, они что, защищены. Согласно Ницше, они должны быть все уничтожены. Любой человек, имеющий физические какие-то дефекты, слабый, ну, мы уже об этом говорили, да, и Сталин тоже этого придерживался, этой идеологии, видите, сильной личности. Вот, сильные расы Северной Европы не оттолкнули от себя христианского бога Пишетон, и это не делает чести их религиозной одаренности, не говоря же о вкусе. Они должны были справиться с таким болезненным и слабым выродком декаденс, но за то, что они не справились с ним, на них лежит проклятие. Они впитали все инстинкты болезненности, дряхлости, противоречия, и не создали до сих пор никакого бога. Почти 2000-летия и ни одного нового божества. Но все он, то есть Иисус, как бы по праву богообразовательной силы, но в действительности креатор спириту, креатор спириту, то есть что? Создатель дуга человеки, да. Значит, бог христианского монотеизма, это гибрид упадка, образовавшийся из нуля понятия и противоречия, которым получила свои санкции, все инстинкты декаденс, вся трусливость и усталость души. Декаденс упадок. Ну, это еще было такое течение, помните, в начале 20 века. Декаденс, каденция восхождения, декаденция упадок. Евреи, этот народ мировой истории поставлен перед вопросом, быть или не быть, и они предпочли быть, какой бы ни было ценой, а этой ценой было радикальное извращение всей природы, всякой из сестра, всякой реальности всего внутреннего мира, равно, как и внешнего. Они оградили себя от всех условий, в которых до сих пор народ мог жить и они создали из себя понятие противоположности естественным условиям. То есть, биологически естественное, когда умирает слабое, да? А неестественное, когда слабое сохраняет. Я сейчас заложусь здесь и оставлю о Гитлере немножко. Я хочу о Гитлере поговорить, так, чтобы это было одним блоком у нас. И еще немножко поговорю о Зигмунде Фрейде. Почему я отнес Зигмунда Фрейда к лжепророкам? Вы помните, что учение Фрейда это практически стало равной психологии. У нас сейчас не существует нормальной психологии, нормальной психоанализы. Это все результат извращенного восприятия одного ужасного человека. Я вам говорю сейчас о таких ужасных людях, что вообще страшно про них даже слышать. Правда? И, к сожалению, это тоже евреи. Настоящее имя Сигизмунд Шлома Фрейд. Сигизмунд Шлома Фрейд. У нас он известен под именем Зигмунд Фрейд. Родился в 1856 году, умер в 1939 году. То есть Гитлер уже был у власти. дам Сигизмунд Шлома Фрейд. В 1856 родился, умер в 1939 году. Основатель психоанализа философско-антропологической и психологической концепции Фрейдизма. Профессор Венского университета, организатор Венского психоаналитического общества и первого международного психоаналитического конгресса в Зальцбурге. Почетный гражданин Йены, почетный доктор университета Кларка, награжден литературной премии Гёте, член Королевского общества медиков, автор многих научных трудов по неврологии, психиатрии и анализов. Родился 6 мая 1856 году в Австро-Венгрии в маленьком марафском городке Фрайберге в семье торговца шерстью Якоба Фрейда. Фрейд еврей, да, и он свое еврейство. В общем-то, это четко прослеживается. Якоб, женатый третьим браком на Амалии на Тансон, по времени рождения сына старших из 8 детей в своей семье, был уже дедом. В прошлом ортодоксальный еврей, теперь он не задержался за религозных обычаев и слыл подтверждение домочадцев, законченным свободомыслящим человеком. Вот такой семья свободомыслящих, лидеральных евреев и жил Фрейд. Сидизмунд блестяще учился и, несмотря на то, что они жили бедно, у него была даже лампа с масляным фитилем, которой он пользовался во время занятий, а остальные домочадцы довольствовались свечками. Фрейд получил классическое образование, изучил греческий, латынь, читал великих поэтов, драматургов, философов, Шекспира, Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше и так далее. Окончил гимназию в 17 лет с отличием. Хотел стать генералом или министром, но так как это были еврейские профессии, он решил стать типичной еврейской профессией либо адвокат, либо врач. И он выбрал карьеру врача. Был увлечен трудами Дарвина. В 73-м году поступил на медицинский факультет Венского университета. Несколько раз менял специализацию и так и не мог решить, какой себя профессии посвятить. Мечтал снать знаменитым и в студенческие годы описывал там свойства нервных клеток у золотых рыбок и так далее. врачебную практику он начал 22 года. Тогда же он сменил свое имя на Зигмунд и испытывал действие нового вещества на своих близких, не подозревая, что это наркотик. Он пробовал вылечить кокаином одного из своих друзей. Итак, он лечил Эрнста Фляшль Маркса от морфиевой зависимости кокаином. Клин клином вышибается называется. В результате Эрнст умер. Эрнст кстати был любовником Фрейда. Они были омосексуалисты. Вот. Естественно был суд и за Фрейдом закрепилась репутация авантюриста. Он перестал пользоваться кокаин в лечебной практике, но продолжал использовать в личных целях. Вот. Да. Значит, ну, позднее, правда, он прекратил принимать этот наркотик и говорил, что это не отразилось на его психическом состоянии ни на здоровье. Испытал влияние знаменитого психолога Эрнста Брюке, возглавлявшего Институт физиологии в Венском университете. В 81-м году получил степень доктора медицины и занял должность в Институте анатомии мозга. Проводил исследования мозга взрослого человека и плода. В 1885 году получил исследовательскую стипендию и в течение четырех месяцев стажировался в Париже в клинике Салья Триер у известного невропатолога Жанна Шарко. Знаете, душ Шарко, да? Хорошо. Так что, вот так прямо на середине прерываем? Да. Ну, хорошо. Можно старше шагать?